Долгожданный отчёт. Директор НАБУ Артём Сытник пришёл к нардепам на заседание комитета, о чём сказал и о чём умолчал. Паспортный хаос. После скандала с Венгрией в украинском МИДе хотят провести дискуссии о двойном гражданстве. Что и кому могут позволить? Преступление президента. Деньгами Трампа заинтересовался налоговый департамент. Насколько это может ослабить главу Америки? В полупустом зале с такой же повесткой дня. По средам нардепы, как правило, не голосуют. Сегодняшний день не стал исключением, но вот завтра ожидают большей наполненности под куполом. Закон об особом статусе Донбасса зарегистрировали в парламенте. Задача нардепов попросту продлить действия документа, как голосовать. Будут об этом далее в сюжете. Более часа утреннего заседания под куполом ушло на выступление нардепов. Поговорив то об отставке Супрун, то об армии перешли к голосованию. Правда, хватило нардепов только на принятие закона о ратификации финансового соглашения. Документ призван модернизировать железную дорогу. Уже к полудню в Раде пусто. Сегодня основная работа в комитетах. На заседание антикоррупционного ждут главу НАБУ. На регламент нам генпрокурора. Бюджетный разбирается с замечаниями к смете. Их уже около тысячи. Мы хотим увеличить минимальные заработные платы, минимальные пенсии, увеличить прожитковый минимум, первый тарифный разряд, точнее, до прожиткового минимума, не разрывать их. И в таком способе реальные доходы людей растут значительно. А это поживающий малый и средний бизнес. Что еще мы предлагаем? Мы предлагаем создать специальный фонд, который может дать гранты для инновационных проектов, для IT-технологий. Когда бюджет один, скажем, один триллион, а 417 – борговое навантажение, то десь вот воно трошки теж в многих пониманиях, что тут очень тяжело перетягивать одеяло. Она очень маленькая в этом году. Мы должны до 15-го рассмотреть все пропозиции. Поэтому создана рабочая группа. Мы планируем буквально день-два звезти в единую переменную таблицу все пропозиции. После 15 октября за бюджет будут голосовать в первом чтении, а это уже следующая пленарная неделя. Насыщенным обещают быть и завтрашний день первым делом четыре языковых закона. Будь-який законов должен приниматься в этом зале. Просто даже с точки зрения, что нам необходима отправная точка для решения этой проблемы. У меня есть серьезные наблюдения о, например, введении языковых стандартов и ответственности за порушение языковых стандартов. Мы еще носи не меряли, а размер вух не меряли. Мне кажется, что это однозначный перебир и не можно в такую крайность еще входить. Там очень большая коррупционная склада. Потому что в первом варианте закона, я не помню его номер, но есть четыре конторы, начиная от комиссии по мове и завершиваясь мовными инспекторами по всей стране, которые, враховывая уровень коррупции в сегодняшний режим, все будут собирать хабары за то, чтобы выдавать необходимые справки. Поэтому мы катарично против этого. Это законы, которые подальше расколют общество. Они абсолютно не нужны людям. Сегодня люди общаются на той мове, должны общаться, до которой они привыкли. Эти законы против Европейской Харты и защиту региональных мов. Ну и не исключено, что завтра в Раде появится закон об особом статусе Донбасса. Его сегодня зарегистрировал президент как неотложный. По сути, нардепам нужно продлить действия предыдущего документа, поскольку срок нынешнего истекает 10 октября. Он может вступить в действие, стать реальностью только после демилитаризации Донбасса, деокупации Донбасса, введения российской оружей, техники, закрытия кордоней. И очевидно, что сегодня Россия не готова делать ни один шаг в этом направлении. Поэтому я считаю, что вообще имплементация этого закону, по великому рахунку, может быть после введения миротворной миссии на Донбасс. И я буду переконывать, коллег, что этот законопроект посилит наши переговорные позиции о подготовке миротворной миссии, которая должна получать широкий мандат. Если это будет продолжение действия предыдущего закону, мы поддерживаем его, потому что мы считаем, что хоть он и не работает, этот закон, он противоречит Конституцию Украины. Но даже это сигнал того, что есть возможность мирного варианта решения конфликта. Это сигнал чисто моральный. Почему они всегда говорят в последний день, что нужно буквально уже завтра это сделать? Потому что они не хотят дискуссий, они хотят поставить нас перед фактом, что або мы завтра продолжаем, або начебто мы порушим мінские договоренности. Мы не шли на этот шантаж минулого года и не продолжили дію закону. И, конечно, не пойдем как Батьковщина этого года. Другой, для меня очевидно уже несколько лет, что мінский процесс полностью вычерпал. Проект закона предусматривает продление особого порядка местного самоуправления до 31 декабря 2019 года. В пояснении к документу говорится, что он нужен для продолжения процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Екатерина Лысенко, Ксения Боровиненко, Владимир Самченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Директор НАБУ Артем Сытник все же пришел на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции. Руководитель бюро должен был отчитаться за первое полугодие работы своего ведомства. К тому же у нардепов накопились и вопросы к Сытнику. Смог ли он на них ответить, слышал Александр Васильченко. На заседание Комитета, который уже не первую неделю ждет отчет Сытника, директор НАБУ по факту пришел без самого отчета. Похвастаться новому правоохранительному органу все так же нечем. Украинские суды еще ни разу не выносили обвинительные приговоры по делам, которые расследует бюро. В суды направлены 143 уголовных производства. По ним коррупционный ущерб составляет около 197 миллиардов гривен. Из этой суммы удалось возместить государству только 360 миллионов. Впрочем, заявил Сытник, приговоров нет из-за отсутствия антикоррупционного суда. Суспитство ждет справедливых выроков. И тому, понимая, что это даже не наша зона ответственности, а это больше зона ответственности прокурора, мы с травня 2016 года постоянно полегали на том, что незалежную судовую антикоррупционную институцию нужно создать. На жаль, законопроект был внесенный лишь весной 2018 года. Остальную часть своего отчета директор НАБУ посвятил скандалам и происшествиям, связанным с его ведомством. Сытник пожаловался на постоянные протесты и провокации против него. На вопросы нардепов Сытник отвечал сухо, не предоставляя каких-либо четких фактов или цифр, но заверил, что провокации не повлияют на работу его ведомства. Александр Васильченко, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Обвинительный акт вручили мэру Одессы Геннадию Труханову еще семи фигурантам нашумевшего дела о приобретении Одесским гурсоветом бывшего завода Краян. Такая информация появилась на сайте НАБУ. Кроме Труханова, в списке его зам, а также чиновники Департамента коммунальной собственности. Напомню, всех подозревают в присвоении бюджетных денег. Речь идет о 185 миллионах гривен. По данным НАБУ, фигуранты использовали коррупционную схему. Приобретали за госсчет здание обанкротившегося завода. При этом цена недвижимости была заведомо завышена. Подозреваемым грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы. Обвинение в свой адрес они отрицают. Расследовать нападение на журналистов требует парламентский комитет по вопросам свободы слова. Сегодня на его заседании депутаты говорили о недавних громких случаях с участием прессы. Что решили, расскажет Руслан Смещук. Вначале Ольга Червакова обращает внимание депутатов на одно из самых резонансных нападений на журналистов этой осени. 11 сентября в Николаевской области представители крупного агропредприятия Нибулон атаковали журналистов в организации СтопКор. Дело, по сути, не расследовано. До этих журналистов вернулись местные жители с сообщением о том, что это общество выбирает у людей землю. Журналисты пытались сделать расследование. Они поехали на место событий, вернулись к местных жителей и пытались получить комментарии соответственно предприятия. Тогда на них напали журналистов, заблокировали в машине и держали там близко 8, по-моему, если не напомнилось, близко 8 годин. Журналистка, женщина, соответственно, оператор, полиция, чтобы они, по-перше, взяли это под контроль, а, по-друге, поинформировали комитет о том, что происходит с этого периода. После этого народные избранники слушают свидетельства самой Кристины Кришихиной, пострадавшей журналистки СтопКоррупции. А какие были требования нападников? Что они хотели? Мы отдали картки, весь видеоряд, все, что нам удалось снять. Частина вторая. Ну, это перешкоджение. Частина вторая. И все того, когда приехала полиция, там приехали три машины, три автопатрульная полиция приехала, приехали три автомобили. Они заблокировали не только нас, они заблокировали и полицейские. То есть, 8 часов, они не пускали меня абсолютно не угодно. Они меня не пускали, извините, в туалет. После депутаты разбирают факт нападения на съемочную группу канала Ньюзван и заслушивают отчеты экспертов Института массовой информации. Те, мягко говоря, для украинской журналистики неутешительные. Гранати кидали у примещения ЗМИ, и подпали офиси ЗМИ, и серьезные побития, и те, что машиною пытались задавить журналістов-розслідувачів. З початку года мы зафиксировали 168 випадков порушений свободы слова. Кількість приблизительно та самая, что в минулому році, але змінилася якість. Стало більше фізичної агресії щодо журналістів. При этом часто при полному игнорірованні таких преступлений со стороны полицейських. Нардепи решають направити колективне обращення в МВД. А депутат Юрий Павленко предложив вынудить правоохранителей создати отдельну інструкцію для полицейських. Что делать в случае нападения на сотрудников масс-медиа? Текучка кадрів, ну і так далі, і так багато ваших проблем. Тому я бачу тут серйозну проблему в самій системі організації роботи в МВС провести відповідний захід. Краще рішення колеги, але далі з відповідними інструкціями, наказами, навчанням спеціалістів. Як це було до проведення полицейської реформы, коли нападення на журналистів і препятствування исполенню служебних об'язанностей правоохранители сразу ставили на особий контроль. По сути, приравнивая к тяжким соціально опасным преступлениям. Руслан Смещук, Владимир Самченко. Подробності телеканал Интер. Мінимум 53 нападення на активистів, журналистів і об'язанності в Україні с начала цього року зафіксували правозащитники. Согласно статистіки, чаще всего фіксується збіяние, обливання кислотою, поджоги офісів і автомобілів, угрозы і запугивання. В основному нападають на антикоррупційних активістів, страдають також защітники окружаючої среди і противники незаконних застроек. А вот расследования, связанные с нападеннями на журналистів і активістів, вне правительственній організації Freedom House, считають неефективними. Такі тенденції наблюдається во многих країнах, а сейчас начинають прослеживатися і в Україні. Ми слышимо о тому, що на українських активістів нападають с ножами, обливають кислотою, їх убивають, находять мёртвими в лесу или подвергаються нападениям їх дому. Парамилітарні групи, право і інші незаконне формування, считають насилие эффективним інструментом в борьбі з активістами. Один український солдат погиб на Донбасі. За минувші сутки боєвики 34 рази открывали огонь по нашим позициям, 8 раз били запрещенных орудий. В ход пошли миномёты, гранатомёты і бронетехніка. Сьогодні противник обстреливав українських военних уже 5 раз. Все провокации на Мариупольському направлении. По состоянию на 6 вечера потерь среди наших армійцев нет. Более 20 единиц военной техники передал українській армії Харківський завод имени Малышева. Це 16 модернізованних танків Т-64 і Т-80, а також 5 нових бронетранспортерів. Т-64 оснастили більшими двигателями, тепловізорами, новими радиостанціями, улучшили защиту от попадання снарядів. Представили і нові разработки. Це ракетні комплекси «Верба» і «Сапсан». Последній способен точно поражати даже защіщенні цели на расстоянии почти 300 км. В ближайші часи танки і БТРи відправяться в розположення воїнських частей. Хочу сказати, що, безумовно, Харків – це промисловий центр. І це завжди був центр бронетанкової техники. Найкращі завжди, ще в радянські часи, танки, БТРи створили саме тут. І дуже важливо, шановні друзі, що ми відновлюємо цей потенціал. В цілому за два роки бачимо зростання машинно-будівної промисловості на 25%. Маємо зростання на 4 тисячі робочих місць на підприємствах. І бачимо перспективи на майбутнє. Маємо ще і державні замовлення, які також будуть освоюватися на оборонному комплексі і на інших підприємствах промисловості Харківської області. Окремо хочу виділити такі підприємства, як «Заводомінімалишева», «Турбоатом», «ФЕД», «Плітковий завод», «ХТЗ» і багато інших, які шукають інші якісь можливості для того, щоб розвиватися і отримувати нові ринки збуту і нові закази. Український вертолітний отряд успішно виконував перший етап боєвих задач в рамках участия в місії ООН в Конго. В зону боєвих дійствів на востокі цієї країни наші пілоти перевезли миротворців з різних країн. Подробніше розкажет Геннадій Вивденко. Утро на востокі Конго. Інженери получають задання на сьогодні. В Конголинському аеропорту города Гома знаходяться нескільки українських военно-транспортних вертолітов Ми-8, а також боєвих ударних Ми-24. Зараз продовжуються так називаємі регламентні роботи для того, щоб техніки могли переверити кожний узел, кожний механізм, простим язком говоря, переверити кожну гайку для того, щоб по приказу місії ООН вилетити на боєву роботу через 15-30 минут. Вони знаходяться в так називаємому режимі стендбай. Бортові техніки немедленно приступають к виповненню. Проверяю першу ступінь компресора. Лопатки першу ступінь компресора на наявність усподження. Проверка компресором бортової 30-мм пушки. В основному, именно її использують українці для стабилизції ситуації на востокі Конго. Інженер перепроверяє систему управління. Этот вертоліт месяц пробыл на аеродромі Біни, виконав задачи там, в тому числе з боєвим примененням. Українським миротворцям вертолітного отряду здесь приходиться работать в сверхтяжелых і непривычних условіях. Гористая містость. Населенні пункти расположені на висоті 1500-2500 метрів над уровнем моря. Здесь постоянні осадки, високая влажність. В здешнім кліматі, де повищена влажність, більше осадков, ніж у нас, потрібно следити за цим делом. Для того, щоб електроника не відповіла, і все герметизується у нас. Там місцевий плащ, дали все, і була яма. Ми рихтували. Більшінство українських миротворців і їх вертоліти получили боєвой опыт на Донбасі. Офіцер Денис показує нескільки ран на борту нашої боєвої машини, яка тепер по міжнародним соглашенням защищає мирне населення центральної африканської країни. Видите, заплатки, які наложили інженерно-техніческий состав. Але цей вертоліт був в АТО. Імеє на себе следи попадання пули. Важно, що тут для інженерно-техніческого состава, несмотря на те, що всі люди прошли через виконання задач в зоні проведення ООС, все одно вони тут добувають опит определенний по обслуживанню і восстановлению авіаційної техніки. Остальные українські боєві машини сегодня выполнили задачу організації об'єднанних націй к северу от бази расположення української миссії в городі Гома. В частності в районі, який не тільки подвергається нападінням містних боєвіков, ну і де зафіксирована вспічка лихорадки Эбола. По данным української розвідки, за три місяці від цієї болезни на востокі Конго погибли 104 містних жителів. Українські авіамедики проводять профилактическі мероприятия среди містного населения. Геннадий Вивденко, Сергій Дубинин. Подробності з Демократичній республіки Конго. Около полумільйона українців мають паспорта других країн. Об'єм заявляють експерты. Официальної статистики на этот счет нет. Чаще всего второе гражданство нашим соотечественникам дають Польща, Венгрия, Румыния і Росія. То, що проблеми существують, признають і в МИДі. Сьогодні свої варіанты. Решення предложив міністр Павел Климкин. Какі? Расскажет Ольга Паламарюк. Десятки тисяч, іменно стільки українців, імеює двойне гражданство, признають в МИДі. Желання заработати, путешествувати без препятствий. Бізнес-інтереси – главні причини, по котрим українці оформляють паспорта других країн. Ми прекрасно знаємо, що десятки тисяч, і я тут не перебільшую громадян України, мають інше громадянство, які його отримали. Яким чином ми ставимося до цих громадян? У нас в законі написано, що ми в своїх правових відносинах розглядаємо їх як громадян України. На самом деле, картина намного печальні, кажуть експерты. Речі йде о сотнях тисяч. Практично кожний десяток в Закарпатті імеє венгерський паспорт. На Буковині спросом пользуються документи з сусідній Румунії. По данным містних журналистів, румынський паспорт оформив кожний третій житель Чорновицької області. А це – около 300 тисяч чоловік. Пише заяву, вивчаєш на румунській мові присягу, їдеш в Бухарест, кілька фраз румунської мови говориш, розповідаєш вивчену присягу, отримуєш паспорт і їдеш в дому. Треба вміло підійти, нам біля консульства там завжди стоять такі хлопці, які допомагають отримати паспорт. Более того, двойне гражданство є і у чиновників, і у депутатів. А някотири взагалі організували цей бізнес. Наприклад, головний спеціаліст Хатинської райадміністрації оказывав услуги посередника при оформлении загранпаспортов. В 2016-м його задержали на границі. В МіДі уверені, рішення, яке не повредить людям з двойним гражданством, а наоборот, освободить їх від необхідності, його скривати можна. Оскільки, якщо ти хочеш отримати інших громадянств, у нас немає за це покарання. Ну, скажіть це відверто, ти отримуєш нові права і обов'язки. Але приховувати це і казати, що далі будуть манипуляції з документами, в тому числі з українськими документами, це за визначенням непринятно. Необходимость дискуссії по вопросу двойного гражданства в Україні назрела, уверен Павел Клинкен. І починати її потрібно як можна быстрі, а параллельно працювати над зміненням законодательства. Ольга Поломарюк, Ігор Рига, подробності, телеканал «Интер». Старобельський райсуд Луганської області зново избирають меру пресечення к зглаве фракції партии регіонів Александру Єфремову. Його взяли под арест 30 июля 2016 года і обвиняють в організацій захвата зданий Луганської облгосадміністрації і СБУ весною 2014 года, а також в посягательстві на територіальну целостність України. С момента задержання суд уже 12 раз избирав меру пресечення Єфремову, всегда в виде задержання под стражей на 2 місяця. Защита считає процес политическим і треба освободити заключеного, поскольку йому до сих пор официально не предъявили никаких подозрений по основным статьям обвинения. Политическим процесом является тот, в котором лицо преследуется за то, что оно вступило в политическое противостояние с властью. При этом суть обвинения значения не имеет. Это может быть хулиганство, это может быть нахождение за рулем в недрезом состоянии, это может быть все, что угодно, в том числе те статьи, которые навесили, снова-таки не побоюсь использовать этот глагол, Александра Сергеевича Єфремова. Подозрение по делу 3798 мне не предъявлялось, вообще его не существует. Прокурорская група под это дело не формировалась, ее вообще не существует. Почему адвокаты говорят, что здесь незаконно присутствует прокурор? Это согласно законодательству, которое у нас есть. Мера пресечения по этому делу 3798 мне не избиралась. Отопительный сезон в Украине начнется 15 октября. Об этом сообщил премьер-министр на заседании правительства. Впрочем, по словам Владимира Гройсмана, если погода будет слишком теплой, либо холодной не по сезону, местные власти могут перенести дату. Премьер также подчеркнул, что в Киеве в ближайшие дни появится не только отопление, но и горячая вода. Нужно смотреть не календарные даты, а смотреть на термометр и понимать, что для людей очень важно вчасно отримать в своих оселях горячую воду, тепло. И, соответственно, это все должно быть подано максимально оперативно. Я считаю, что финансовые ресурсы, которые были направлены в этом году на подготовку к осень-зимовому периоду, будучи установленных котелин, теплотрасс, индивидуальных тепловых пунктов или других заходов дают возможность достаточно качественно подготовиться для того, чтобы люди не слышали никаких дискомфорт. Минфин начал занимать в долларах под 7% в годовых, хотя ранее отказывался продавать облигации внутреннего госзайма с доходностью свыше 6%. Сегодня министерство приняло 16 заявок. Повышение ставки позволило дополнительно привлечь на внутреннем рынке 67 миллионов долларов. Общая сумма средств, которые поступят в госбюджет, составила почти 3 триллиона гривен. Из-за низких пенсий украинцы не могут позволить себе качественные продукты. Об этом лидеру радикальной партии Лебуляшко рассказали пенсионеры во время визита политиков в Днепропетровскую область. Жительница поселка Покровска утверждает, что некоторым приходится питаться мясом для животных. В злодни, ну, людина старая, не мает грошей. Она зашла, я зашла, она говорит, иди, я тебя приглашу холодцем и котлетами. А я говорю, так вы же грошей не мали. А она каже, я купила кваш, вот то, что люди богатые купляют собакам по 7 гривен, сделала котлети, сварила холодець и з лапок курячих, которые люди дают собакам. Мне важно знать ваши проблемы, чтобы там, в Владе, я ваш представитель, я ваш голос, и я их заставлю изменитись в политике, чтобы перераховали пенсии, чтобы уделили людям зарплату. Мы добиваемся снижения цин на газ, чтобы инновили сусидей, чтобы люди мали право на отрывание сусидей, и чтобы люди не голодали. В Селедово третий день бастут горняки. Долг по зарплате на предприятиях Селедов уголь составляет свыше 250 миллионов гривен. Шахтеры не получают денег уже 4 месяца. Сегодня они перекрыли дорогу на Покровск. Предприятие наше городообразующее, у людей просто и их семьи. Нет средств существования. Потому, как в других источниках дохода, просто в нашем регионе нет. Несмотря на наши обращения, начиная от губернатора до президента, никакого ответа на наши письма, обращения на данный момент нет. Вернуть украинцам субсидии требуют в парламентском комитете соцполитики. Сегодня на его заседании совместно с Минсоцполитики разработали предложения, которые помогут восстановить выплаты субсидий и при этом не ударят по бюджету. Теперь документы должны поддержать в Кабмине. Нардеп Сергей Каплин считает, что его рассмотрят в правительстве уже на следующей неделе. У нас с Кабинета Министров Украины есть сегодня диалог и есть договоренности. Первое. Все, кто имеет зарплату по зарплате, за кого работодавец не сплачивает единый социальный внесок, так и получают 100%. получают автоматически субсидии. Другое. Онкохворие, инвалиды первой и второй группы, те, у кого сложные жизненные обстоятельства, так же получают субсидии. 1 мая это правительство Гройсмана приняло новый порядок распределения субсидий. В результате, в чего количество людей, которые смогли оформить себе субсидию, сократилось более чем в два раза. Мы считаем, что постановление правительства от 1 мая, оно сегодня антинародное, лишая сегодня людей получения субсидий и при этом не повышая пенсии и заработные платы, ничего не делая для того, чтобы сегодня дать людям льготы и компенсации. Зарплату учителям не уменьшат, а их надбавки останутся в полном объеме. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич. Напомню, недавно в СМИ появилась информация о том, что в некоторых регионах не хватает денег на выплату надбавок педагогам. А в Киеве решили урезать 20-ти процентную доплату за престижность. Профсоюзы заявили, что готовы воспользоваться своим законным правом на забастовку, однако чиновники пообещали, что в ближайшее время выплатят задолженности. Если есть ситуация в какой-то отдельной громаде, что у них очень низкая доходность, и они не могут выполнять своих обязанностей перед педагогическими работниками, то в этом случае областная государственная администрация должна сделать перерозпредел, або надать своих денег. Поэтому заработная плата должна быть выплатена всем вчителям. Есть предложение Геннадию Григорьевичу, будут запрошены губернаторы, главы областных государственных администраций. Если будут позволять, вместо того, чтобы платить людям нормальную, достойную заработную плату, заниматься высадиванием ТУЙ, я могу сразу сказать, что до этой проверки будет долучена государственная администрация. За областных денег мы деньги людям заплатим, а областные деньги, как они попадают? Они же попадают с государственного бюджета. А этих голов в администрации позволяем. Областных, районных, нет значения. И гарантирую вам на полное понимание этой темы с боку президента Украины. На работу в Германию немецкие политики согласовали концепцию законопроекта о трудовой миграции. Ожидается, что он вступит в силу в следующем году и откроет рынок труда для специалиста из так называемых третьих стран. Продолжит Татьяна Логунова. Этот законопроект уже называют революционным. Германия, по сути, собирается открыть свой трудовой рынок для специалистов из стран, которые не входят в Евросоюз. Документ еще должны одобрить правительство и парламент. Но ключевые пункты нового закона уже согласованы и обнародованы. Германия приглашает не только высококвалифицированные кадры, но и специалистов с профессиональным образованием. На работу смогут приехать все, от айтишников до поваров. Причем для этого не нужно будет предъявлять трудовой контракт. Претенденты на трудоустройство смогут запросить специальную визу, приехать в Германию и полгода уже на месте искать работу. Важный пункт этого законопроекта – разрешение на въезд в Германию для поиска работы. Раньше это правило действовало только для выпускников высших учебных заведений. В будущем мы распространим его и на квалифицированных специалистов с профессиональным образованием. Чтобы воспользоваться новыми правилами, нужно будет подтвердить свою квалификацию и знание немецкого языка и самостоятельно обеспечивать проживание в Германии во время поиска работы. На социальные выплаты так называемые трудовые иммигранты претендовать не смогут. Этот пункт четко прописан в законопроекте. Мы четко оговорили, что отказываемся от так называемой иммиграции в социальную систему. Поэтому перед въездом в страну нужно будет доказать, что у претендента достаточно средств для существования. Легче будет остаться в Германии тем, кто приехал в страну в поисках убежища, но не получил статус беженца. Если такой человек выучил немецкий, нашел работу и сам себя обеспечивает, его депортация будет как минимум отсрочена. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Зачинщикам штурма скандальной стройплощадки на столичных Осокорках грозит реальный срок. По факту попытки рейдерского захвата две недели назад киевские полицейские открыли сразу два уголовных производства. Все подробности далее в материале. Атаки на стройплощадку жилого комплекса на Осокорках патриоты Канаузерах псевдоактивистами начались еще в мае. Тогда за драку полицейские арестовали одного из организаторов нападения Сергея Филимонова. Его дело уже на рассмотрении в суде. Однако попытки захватить территорию компании Аркада Будевныцтво не прекратились. В последний раз организованная группа лиц строительный объект попыталась взять штурмом 22 сентября. Под давлением захватчиков правоохранители задержали охранников стройки. Среди них и ветерана Тони Кита Шатилин. Уложили их лицом на асфальт. Хотя могли в принципе проверить документы. Потому что до этого я предоставлял все необходимые бумаги в управление полиции. Дарницкая. На Кошица. Поэтому сотрудники правоохранительных органов были в курсе, что там происходит, какие люди там находятся, какое есть оружие зарегистрированное. Тогда захватчики растращили заборы, даже попытались уничтожить технику, использовав коктейль Молотова. На стройку проникли псевдоактивисты. Ну или просто активисты, или чьи-то люди. Я не знаю. И непосредственно начали резать палатки, в которых люди жили. Начали полить технику. Киевские полицейские открыли сразу два уголовных дела. В прокуратуре говорят личности подозреваемых уже установили. Встановлены их анкетные данные. И сейчас в межопроваджении встановляется роль и участь каждого из них. Анализируется видео, которое наявлено, как у свидетельств, вказанного инцидента, наявлено в средствах массовой информации. Розпочаток криминального проведения за двумя статьями криминального кодекса. Это групповое повышение громадского порядка, хулиганство за частью 2 статьи 296 криминального кодекса, а также умисное пошкоджение майна. Из-за постоянных нападений компания Аркада Будемництва временно прекратила выполнение работ. Там считают, что псевдоактивисты нарушили 206 статью Уголовного кодекса Украины, а именно препятствовали законной хозяйственной деятельности. К защите прав законного собственника территории подключились общественники. На данный момент на территории будильного майданчика все спокойно, нет никаких провокаций, потому что забудовник не совершает никаких действий, кроме благороджения территории вокруг озера. Мы на данный момент всю ситуацию, как громадский, также контролируем, для того, чтобы понимать в будущем законность, порядок и до чего это все приведет. Правоохранители уже готовятся объявить рейдерам подозрения. За хулиганство и порчу имущества захватчикам грозит до пяти лет тюрьмы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. И снова в центре скандала газета Нью-Йорк Таймс обвинила Дональда Трампа в мошенничестве с налогами. Правда ли, что президент обогатился незаконно и чем ему грозят новые обвинения, выяснил Дмитрий Анопченко. Налоги для американцев святое. Поколение за поколением указывают в декларации все до цента. С одной стороны так принято, с другой быть честным дешевле. Ведь если нарушение обнаружат, штрафы просто космические. Поэтому и обвинения в адрес президента более чем серьезные. Одна из самых читаемых здесь газет Нью-Йорк Таймс посвящает этому расследованию первую полосу и публикует, вот посмотрите, копии финансовых документов 20-летней давности. Здесь и расписки, и чеки, и инвойсы. Обвиняя президента в том, что наследство от своего отца, а это ни много ни мало, 413 миллионов долларов, он получил якобы путем уклонения от налогов и финансовых махинаций. Пишет еще и о том, что для того, чтобы приумножить это состояние, Трамп якобы участвовал в грязных финансовых схемах вплоть до мошенничества. Белому дому пришлось срочно оправдываться. Пресс-секретарь администрации назвала эту статью нападками, вводящими в заблуждение. И попыталась пристыдить репортеров, мол, отец президента давно уже ушел в мир иной. Зачем ворошить прошлое? Фреда Трампа нет уже около 20 лет, и грустно наблюдать эти нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной Нью-Йорк Таймс. Много десятков лет назад служба внутренних доходов рассмотрела и одобрила эти сделки. Аргумент вроде бы серьезный, но тут вмешались сами налоговики. Налоговый департамент Нью-Йорка заявил, решил изучить обвинения газеты и рассматривает все возможности для нового расследования. И это уже куда серьезнее. Срока давности тут нет. И сделки, которые Трамп проворачивал в 90-е годы, теперь могут заново проверить, придираясь даже к мелочам. В команде президента, и, видимо, не без оснований, считают, что это демократы. Приберегли компромат на него и слели прессе только сейчас под выборы. Но теперь, если за эти факты зацепится налоговая служба, то вся эта история превратится в один сплошной телесериал, когда пресса, которая недолюбливает Трампа, будет каждый день эту историю освещать. Ну, а людям придется гадать, а было ли мошенничество. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Документальный фильм «Путь к бабьему Яру» сегодня презентовали в Киевской городадминистрации. Это лента израильского режиссера о нацистской оккупации Украины и истории Холокоста. В ее создании приняли участие историки из Украины и Европы совместно с очевидцами событий 1941 года. Фильм стал заключительной частью документального цикла «По следам неизвестного Холокоста». Эта история, история оценок не выставляет, история факты фиксирует. В фильме «Дорога в бабе Яр» мы глазами Бориса Мавцира увидим именно беспристрастную фиксацию ужасных событий, свидетелями которых стали герои этого фильма. В Киеве приехал скрипач-виртуоз Дэвид Гаррет. В эти минуты начался его концерт, перед ним музыкант согласился дать эксклюзивное интервью подробностям и даже поделился секретом своего успеха, что рассказал об этом в нашем материале. Его выступление собирает сотни тысяч зрителей по всему миру. Он превосходно играет Баха и Вивальди, при этом виртуозно исполняя рохит и металлики и нирваны. В Киев приехал Дэвид Гаррет. Я с радостью возвращаюсь в Украину. Выступление здесь – чудесный опыт. В этот раз я приехал с особенным шоу. Мы с командой объединили в программе абсолютно разные музыкальные жанры. Зрители услышат авторские композиции и такие любимые хиты Эминема и Колдплей. Для многих музыкантов он настоящий герой, потому что возродил интерес миллионов людей к классической музыке и скрипке. Но в жизни Гаррет не похож на скрипача, скорее на рокера. Еще подростком он увлекся песнями ACD, Sequin и других рок-групп. Как вам удалось соединить классическую музыку и рок? Будет ли что-то подобное на вашем концерте в Киеве? Конечно, я буду играть с рок-ансамблем. Вы услышите гитары, барабаны. Это традиционный рок-н-рольный набор. Если вы говорите не о классике, на мою судьбу как музыканта очень повлияла рок-музыка. Я был большим фанатом великой группы ACDC Джимми Хендрикса. А вот когда вы исполняете классическую музыку, то должны быть переводчиком, который служит композитору. И при этом важно оставаться самим собой. Уже ребенком он стал знаменитым. В 10 лет мальчик выступает с оркестром. А в 19 Гаррет решает переехать в Нью-Йорк без поддержки родителей. Там поступает в престижную школу музыки. Сегодня Дэвид советует другим музыкантам верить в себя, работать и не реагировать на критику. Не оглядывайтесь назад или по сторонам. Фокусируйтесь на своем музыкальном развитии. Музыка очень длинное путешествие. Обучение длится много-много лет. Это требует дисциплины. И если вы действительно любите то, чем занимаетесь, это и есть самый большой успех. В 2007 году талантливый музыкант даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Он исполнил знаменитую интермедиу римского Корсакова «Полет шмеля» за 66,5 секунд. Но всемирный успех пришел в 2013-м после фильма о великом маэстро Паганини, где он сыграл главную роль. При всех своих достижениях Гаррет признался, его успех вовсе не в гонорарах или толпах поклонников. Дэвид мечтает, чтобы каждый человек в мире наслаждался музыкой, так же, как и он сам. Наталья Шумакова, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.